Ребята, снова здравствуйте! С вами по-прежнему Алексей. Добро пожаловать на моё новенькое видео по игре FernBus Simulator. Да, друзья, вполне неожиданно так у нас появился контентик для этой игры. Ну, в принципе, можно было дождаться релиза этих замечательных автобусов и сделать на них обзор уже в TouristBus Simulator. И, кстати, скажу, друзья, что вот этот самый пак автобусов VDL, если вы его приобретёте непосредственно для FernBus, то он у вас появится и в TouristBus, ну и, соответственно, наоборот. В этом плане разработчики просто красавчики, прям вот реально круто делают. В общем, ребят, автобусы у нас называются VDL. Это настоящие автобусы, это голландская фирма, насколько мне показал Google. И вообще, интересная достаточно такая информация есть по этим автобусам. Даже вроде как, по каким-то слухам, наш Нифас российский даже с ним заключал какие-то отношения партнёрские, и они даже делали какой-то вместе туристический автобус. То есть, ну, вообще здорово прям. То есть, фирма достаточно такая серьёзная, солидная. Ну, в России они, как я понимаю, встречаются крайне редко эти автобусы. Итак, здесь представлена в игре абсолютно вся линейка этих автобусов. Ну, в FernBus и в TouristBus разработчики не любят мелочиться. Если они делают какие-то автобусы, то делают полностью всю линейку. Итак, первый автобус это у нас FHD2-106. Вот такой вот маленький, прям такой манюсенький автобусик на самом-то деле. Вот он прям такой компактный, маленький весь, красивенький. Что ещё про него сказать? Его можно, кстати, также настроить. Можно на него какие-то покрасочки применить, но в дефолте почему-то ничего нет. Хотя, в принципе, в принципе, для других дефолтных автобусов покрасок уже достаточно много. Ну, не имеется в виду ни которые из воркшопа к нам приходят, а вот именно которые есть в самой игре. По салону, по тому, как устроено водительское место, ребят, сразу скажу, они абсолютно все одинаковые. Поэтому для вот такой обзорной экскурсии по внешке мы вот именно выберем меню игры, чтобы просто посмотреть, чем они друг от дружки отличаются. Дальше у нас идёт 122-й автобус. Ну, это уже, в принципе, автобус классом повыше. Вместимость здесь побольше. Ну, и плюс-минус у нас, я думаю, на межгороде используются как раз-таки именно такие автобусы. Ну, маленьких таких я прям не видел, но это, видимо, уже такие областные перевозки. А вот именно по межгороду в основном у нас ходят именно такие. Вместимость примерно здесь, я думаю, ну, человек может быть 40-45 плюс-минус. Поэтому, ещё раз повторюсь, по комплектации, так скажем, для водителя, да, комфорта, всё одинаково абсолютно. Ну, просто он отличается, естественно, уже своей длиной. Дальше у нас идёт 129-й. Вот тут на самом деле для меня вообще непонятно, чем он отличается. Ну, вот я вижу, что, допустим, задница у нас вроде бы как чуть-чуть, да, иная. Но в остальном, ну-ка. Ну, да, он становится здесь немножко подлиннее, в этой части, в задней, да. И получается, что, видимо, у нас там добавляются новые места. Да, мы видим, что у нас добавляется один ряд. А так, в принципе, опять же, ровным счётом у нас ничего не меняется. Дальше идёт 135-й. Это уже хорошо. Это уже мы видим просто охренеть, какая длинная рама. Я на самом деле удивлён, что здесь сзади у нас всего лишь одна ось. Вообще, как правило, при такой длине базы уже добавляется ещё одна ось. Хотя бы ленивец там какой-нибудь, который как-никак подруливает, ну, либо поднимается. Почему здесь одна ось у нас сзади осталась, мне крайне непонятно. Но 135-й, ковместимость здесь уже, как видите, очень-очень большая. Ну и 139-й, в принципе, повторюсь, да, практически то же самое, плюс-минус. Но здесь у нас уже появляется вторая ось, вот про которую я говорил. Автобусы все одноэтажные, то есть снизу у нас идут багажные отсеки. Ну, в принципе, это всё понятно. И есть ещё 148-й партнер. Ну, это просто трындец. Посмотрите, какой он длиннющий, какой он здоровый. Я уж не знаю, для каких целей такие автобусы вообще перевозчики закупают. Настолько длинные, настолько вместительные. Ну, хотя для Европы, я думаю, это самое нормальное. Там из одного, даже не из одного города в другой, а из одной страны в другую для них переехать. Такие автобусы прям вообще как нельзя, кстати, подойдут. Ну и дальше у нас уже идут мановские автобусы. Итого мы с вами имеем раз, два, три, четыре, пять, шесть модификаций автобусов. Друзья, это очень круто. Сейчас я выберу какую-нибудь из них. Ну, допустим, наверное, я возьму, скорее всего, вот именно 100, может быть, 29-й. Так как он более-менее похож и, ну, мне просто нравится, да. Похож уже под наши условия. И, собственно, мы его протестируем. Посмотрим, как он едет, как он звучит, какие кнопочки у него нажимаются. Так что, ребятки, погнали на тест-драйв. Итак, ребятушки, ну что, в общем-то, мы с вами сейчас находимся, кстати говоря, в еще одном новом месте. Это новое дополнение, но оно будет бесплатное. Называется оно RAN Stake. В общем-то, имеет она вот такой достаточно интересный маршрут. Вот, пока не могу вам показать, где он находится, но если ваши интересы и ваша шкала интересности сейчас зашкаливает, то обязательно пишите об этом в комментариях. И этот ролик будет, собственно говоря, следующим по этому маршруту прокатимся. Он нереально красивый, он нереально живописный. И находится он в самом сердце Германии. Ну, в принципе, по названию RAN Stake вы можете посмотреть, где это находится. Итак, переходим к нашему автобусу. Вот так вот он выглядит в игре. По внешности, да. Это очень-очень современный автобус. Это на самом деле мордашка. У него такая достаточно симпатичная, стремящаяся такая. Здесь у него вот выпуклости вот такие замечательные имеются. Прямо, знаете, как будто вот он воздух рассекает в борта. Это очень круто смотрится. По боковине, в принципе, никаких здесь у нас особо отличительных черт нет. Ну, и, в принципе, это тот же самый рисунок у нас повторяется сзади, на задней оптике. По традиции, по классике, все двери, все лючки, все это открывается, все это можно посмотреть. Плюс-минус, да, на всех автобусах в Фернбассе это все одинаково. Поэтому здесь мы с вами это все дело спокойненько закрываем. Так, ну, теперь давайте перейдем в салон нашего замечательного автобуса и посмотрим, что у нас здесь. Место водителя. Вот такой вот быстрый на него взгляд. Но, друзья, пока что нам важен только вот именно салон. Здесь у нас, получается, мы идем под самый практически потолок, упираемся башкой. Но, блин, что вы хотели? Это не двухэтажные низкопольные автобусы. Место, в принципе, по классике, по стандарту имеются столики. То есть, в принципе, вот на таких вот реально автобусах, ну, вот у нас там в области катаются. Я на таких катался. Самый, конечно, барский, это задний ряд. Тут у нас прям столько места для ног. Это просто вообще красота какая-то. Полочки у нас здесь идут для вещей. Но вот я смотрю, что бортик у них достаточно такой странный. То есть, он вроде бы как бы, да, поднимается. Но если сюда, я думаю, положить какую-нибудь сумку на резких каких-нибудь поворотах, она, скорее всего, отсюда удачно вылетит. Имеется телевизор. Снизу, как я понимаю, у нас там что-то типа, может быть, даже туалета. Но не факт. Так, ну, в принципе, все. Здесь у нас имеется люк. Давайте мы сядем на место водителя. Руль, вот руль. Мне напоминает DAF. Вот, особенно Евро-6 DAF, вот, который есть у нас в Евротраке. Ну, вот прям очень-очень даже похоже. Приборочка такая достаточно интересная. Я сначала подумал, что здесь делает приборка от Лады Весты. Серьезно. Ну, похоже достаточно на такой рисунок. Это имеется в виду по циферкам и так далее. Ну, реально очень похоже. Так, подаем питание. Все у нас включается. У нас вот такой, здесь даже есть бортовой компьютер. Прям, ну, просто красота какая-то. Вообще все так четко, классно, красиво отображается. И я думаю, что в зависимости от того, какую мы с вами выберем модификацию, такой там автобус у нас и будет показываться. Давайте посмотрим по кнопочкам, что у нас тут имеется. Все у нас по классике работает, как бы по идее, да. Все это классно, здорово и круто. Открыть, закрыть переднюю дверь. Отлично. Все это у нас работает. Освещение в кабине. То есть, ну, здесь, ребят, полностью у нас сохранен функционал именно фернбасса. То есть, это прям все здорово, круто. Очистка фильтра. В общем-то, здесь у нас идет навигация, аварийный сигнал, аварийное отключение. Здесь также у нас работает и радио в случае чего, да. Более подробный, детальный взгляд на панель приборов. Ребятки, вот так вот оно все выглядит. Интересненько, красивенько. Можно, конечно, включить подсветку. Но днем, мне кажется, это достаточно такая плохая идея. Далее, по левой стороне, что у нас идет? Здесь, как я понимаю, можно что-то типа люка открывать. Но, видимо, здесь это не поддерживается. Можно отключить трекшн контроль. Но пока что это у нас не работает. Так, это у нас, я понял, это у нас противотуманки. Это просто включается свет. Обогрев лобоша можно включить, выключить. Ну и здесь слева, опять же, у нас идет контрольная вот эта панель. С помощью которой мы там с вами передачи можем переключать. Здесь у нас идет блок климат-контроля. То есть, там кондиционеры, прочее, прочее. Все мы с вами можем выставить здесь. Включается у нас также здесь и мониторчик. Ну, здесь, реально, ребят, все вот как оно есть, так оно и есть. Можно сделать это тонирование правого окна. Это здесь называется, но по факту это шторка. То есть, вот так вот оно у нас опускается. Задняя подвеска опускается, поднимается. Ну, для того, чтобы мы могли с вами пассажирчиков всех посадить. Ну, в принципе, плюс-минус как бы все, да. Все у нас здесь одинаковое всегда идет, поэтому ничего принципиально нового мы здесь не увидим. Итак, ну что, давайте запустимся. Ой, меня аж прям руль тут немножко заколбасило. Ну, что-то у меня руль не работает. Ха-ха-ха. Что, пацаны? Почему руль-то не работает? Я его, что, не подключил, что ли? Ну-ка, сейчас посмотрим. Да, ребят, к сожалению, забыл я руль в настройках подключить, но ничего страшного. Итак, здесь у нас также имеется настройка полная. То есть, мы в случае чего можем с вами вырубить навигацию, если вдруг она нам никуда не понадобится. И вот у нас получается вот тогда вот просто такой красивый внешний вид, чтобы не навигация, ничего нам не мешалось. Кстати, смотрите, какие здесь горки прикольные. Так, ну что, вроде бы все у нас готово, да, повторюсь. То есть, также, если что, в случае чего, может быть, попробовать нам настроить как-то сидение, я думаю. Давайте посмотрим. Здесь мы сможем сесть выше-ниже. Так, тут наклончик вот такой вот мы с вами сделаем. Можно, кстати, и фофф немножечко поменять. Ну, и здесь у нас уже центровочка идет по позиции. Но, в принципе, более-менее у нас он ровно сидит. Итак, автобус у нас запущен уже, как я понимаю. Давайте мы с вами выйдем. Открывайся дверь. Да, журчит-урчит. Даже дымит немного, ничего себе. Я думал, тут уже какой-нибудь евро 8 или евро 25 установлено, что у нас все хорошо. Так, ну что, остается нам только включить передачу. Включается она у нас непонятно как. Вот реально на пейдж ап и на пейдж даун у нас, к сожалению, почему-то переключение не работает. Не понимаю почему. Поэтому вот именно в ручном режиме мы все с вами включаем. Снимаемся с ручничка. Ну и, в принципе, поехали, ребята. Почему мы с вами не едем-то, я не могу понять. Но, все же гуд должно быть. Но автобус катится назад, но я никуда не еду. То есть, видимо, видимо. Так, ну-ка, давай-ка мы тебя в нейтралочку уберем. Отпускаем тормоз. Нажимаем тормоз. Включаем передачку. Ну, и почему мы никуда не едем, я не могу понять, что происходит. Он как будто даже на газ не реагирует. Так, будем разбираться дальше. Итак, братцы, ну что ж, разобрался я, в общем-то, со своим рулем. Что-то прям какие-то у меня серьезные проблемы с моим стареньким уже Logitech'ом идут. Не знаю, что-то он то ли оси как-то не определяет. В общем, какая-то, на самом деле, хрень. Так что, ребятки, извиняюсь, это ни в коем случае не проблема игры. Это вот что-то именно с моим рулем. Так, ну что, ребятки, давайте здесь мы с вами попробуем развернуться. Вот такая зеленая подсветочка у нас имеется. Прям как на старых добрых жигулях у нас она прям идет. Так, здесь у нас, получается, идет столб. И вот, да, повторюсь, почему-то не работает вот именно переключение передач. Вот именно вот, ну, как вы поняли, да, связанное вот с кнопочками. Непонятно почему, но вот задний ход и прочее, прочее, прочее нам вот придется переключать вот именно таким уже дедовским способом. Можно сказать, вручную, не понимая, почему это не работает на кнопках. Правда, не понимаю. Так, ну что, отправляемся в путь. Немножечко прокатимся по этой красивой дороге. Небольшой такой у нас будет обзорчик сегодня. Так, ну, поехали. По физике как-то, да, здесь говорить, что вау, этот автобус там супер какой-то классный, качественный, физикой отличается. Здесь вообще нет никакого смысла, потому что все автобусы в Фернбассе, что в Туристе, что в Фернбассе, они все едут абсолютно одинаково. Так, ну, здесь давайте мы с вами перевернем направо. Звук поворотников такой здесь достаточно интересный. Так. Нужно смотреть по зеркалам, куда мы с вами поворачиваем, потому что здесь это все очень-очень так, очень сложно сделано. Сами вы прекрасно понимаете, что, да, что Турист, что Фернбасс, это, ну, игра достаточно серьезная и солидная. Здесь нужно чувствовать габариты, чтобы не было такого говна. Ну, блин, здесь реально по-другому в поворот не войдешь. То есть, надо задействовать встречку, которая всегда занята. То есть, ну, блин, не знаю. Так, пошла у нас уже такая небольшая обзорная экскурсия по этому маршруту. Немножечко мы с вами здесь проедемся. Ну, что, ребят, сказать по физике? Да, здесь, повторюсь, автобусы все абсолютно одинаковые. Поэтому тут как-то что-то с чем-то сравнивать вообще не имеет абсолютно никакого смысла. Звуки плюс-минус одинаковые. Больше вам скажу, мы их практически не слышим, потому что двигатель у нас находится сзади. Коробка автомат, поэтому там каких-то переключений, передач мы тоже с вами не услышим. Поэтому спокойненько мы с вами едем, отдыхаем, кайфуем, типа, везем пассажирчиков и просто наблюдаем за тем, что происходит за окном. Здорово, здорово. А, ну, сигнал здесь, конечно, да, сигнал здесь топовый. Так, где-то у нас тут даже имеется ретардер в случае чего, чтобы тормозить у нас можно было двигателем, ну, либо коробкой передач. То есть, все здесь работает, все здесь классно, все круто. Ссылочку, если что, друзья, я на эти автобусы оставлю в описании. Я не помню, когда они там будут доступны, 20 какого-то там, по-моему, апреля. Так что, спасибо разработчикам за то, что заранее дали на них покататься. Прям вот, реально, красавчики. Но уже, ребят, вы сами смотрите, то есть, если вы собираете дополнение для фернбасса, либо если у вас есть туристбасс, в принципе, да, повторюсь, что если вы купите для одной игры, у вас это все появится для другой. Так что, ну, смотрите, ребят, я, в принципе, рекомендую автобусы. Реально качественные, реально хорошие, со своими звуками. Надо только разобраться с коробкой передач, почему она от клавиатуры не переключается. Но, я думаю, это, в принципе, в процессе бета-тестов уже было на это указано. И, ну, еще раз стоит об этом напомнить, если что, разработчикам. Все, ребят, на этом все. Спасибо вам всем огромное за то, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, оно вам понравилось, показалось в какой-то степени полезным. Если это так, то не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, нажимать на колокольчик. Еще раз повторюсь, вот буквально в скором времени выйдет видео вот по этому маршруту, который мы сейчас с вами едем. Постараюсь там как-нибудь пассажиров подобрать. И в следующем видео полностью мы по этому с вами маршруту прокатимся. Вы уже видите, что он интересный, извилистый, по весьма такой гористой, холмистной местности проходит. Так что, я думаю, это будет очень круто и интересно. Все, ребятки, спасибо вам всем огромное еще раз за внимание. Пока-пока. Увидимся.